Привет всем! Сегодня у меня для вас очень шикарная торговля. Досмотрите ее до конца. Итак, заключаю я сделочку на 20 тысяч рублей. Сегодня будет торговля строго по тренду. Смотрите, какая идеальная позиция для входа в сделку. Еще раз заключаю сделку на 10 тысяч рублей. Видите, нисходящий тренд в верхних точках мы заключаем на понижение. В этот раз я вам решил полностью выложить видео, ничего не обрезать. Вот как я записал от начала и до конца. Так что смотрите. Будет интересно. Вот здесь я смотрю, хочу войти по скальпингу, но нормальной позиции нет. Видите, какой шикарный нисходящий тренд. И вот я заключил на 3 минуты. Почему на 3 минуты, а не на 1 минуту? Потому что вы должны видеть расстояние. Через какой промежуток график опускался и заключать уже сделки на соответствующее время. Так, хочу вам напомнить, что у нас уже в открытой группе каждый день идет розыгрыш 500 рублей на постоянной основе. Также у нас такое есть в закрытой группе. Теперь мы уже сделали такое в открытой группе. Смотрите, здесь хороший очень уровень. Решил я подождать, чтобы цена дошла до этого уровня, но видите, здесь она опускается и я перехожу дальше. Какие еще новости, народ? Запустил я поддержку в Телеграме. Теперь я на все ваши вопросы буду отвечать в Телеграме. 24 на 7. Почему в Телеграме? Потому что в ВК я не справляюсь. Я не могу ответить на все ваши вопросы в ВК. Почему? Потому что в ВК лимиты. Я могу ответить только на 100 сообщений, даже меньше, на 50 где-то сообщений. И потом мне выскакивает такая фраза, вы ответили на слишком много сообщений и мне уже нельзя отвечать. Нужно ждать следующего дня. Смотрите, опять же нисходящий тренд. Вот, график поднялся и только сейчас я заключаю. Ну, давай. Вот, заключил сделку на понижение. Видите, ни в коем случае не нужно заключать в нижней точке. Когда идет нисходящий тренд, только график поднялся и тогда заключаем. Вот вы смотрите на предыдущую картину. И видите, да, ситуацию? Видите тенденцию? И должны вот уже понимать, когда нужно заключать сделку. Здесь, видите, я на 2 минуты взял, потому что 2 минуты будет достаточно. На минуту я еще был не уверен. Может быть, еще график за эту минуту не успел бы опуститься. Видите, нашел 2, просто вот так вот листал, нашел 2 шикарнейших тренда. Включил запись и по ним начал торговать. Еще раз напоминаю, народ, это базы. Вот это вот базы. Нисходящий, восходящий тренд, уровни поддержки, сопротивления. И все, больше вам ничего не нужно. Это работает, работало и всегда будет работать. Никакие индикаторы вам не помогут. Вы не должны слепо доверять индикаторам. Тыкать по стрелочкам вверх-вниз. Вы должны чувствовать рынок. Вот это вот самое главное. Индикаторы вам могут быть только для помощи, чтобы вы там смотрели. Если ваши знания соответствуют той стрелочке, тогда можете заключать сделку. Но ни в коем случае слепо не тыкать по этим стрелочкам. Чувствовать рынок, еще раз напоминаю. Дальше. Что еще я хотел вам сказать. Можете меня поздравить. Говорил это уже на стриме. Теперь я предприниматель. Зарегистрировал я предпринимателя. И теперь я официально плачу налоги в государство. Чем же я занимаюсь? Консультирую людей. Мотивация, саморазвитие, куда вложить деньги. Одна консультация. Час у меня стоит 100 долларов. Кстати, уже проконсультировал троих человек. И вот с этих денег я плачу налоги. Для чего я плачу налоги? Мне это в принципе не нужно. Я и так нормально зарабатываю. Но мне нужно платить налоги. Для чего? Я расскажу вам в отдельном видео. Я консультировался с юристами. Проконсультировался. Самыми топовыми юристами Украины. Расспросил о налогах, о банках. Все расспросил. И вот об этом я вам расскажу в следующем видео. И для чего мне это нужно. Так, смотрите. Вот на этом моменте, кстати. Я принял решение заканчивать торговлю. Вот я опустил. Как обычно я заканчиваю торговлю. Кстати, видите, я долго не торговал. На этом счете. Вон 31 последние сделки. Вот так вот я опускаю. Да, и заканчиваю торговлю. И уже там в концовку вам рассказываю. Вот, видите. Но я решил еще продолжить торговлю. Вот, смотрите. Опять отличная позиция для входа. Здесь я уже выставляю на минуту. Еще не выставил. Вот, я еще, знаете. Вот, видите, сомневаюсь. Продолжить торговлю или не продолжить. И так вроде бы нормально заработал. Это, кстати, я неправильно делаю. Я вас учу не делать так. Потому что это неправильно. Заработали. Не жадничайте. Уйдите с рынка. Но я посмотрел. Но все мы живые люди. Видите, я посмотрел, что отличная ситуация. Выставляю на минуту. И заключаю сделку на понижение. Две сделки по 10 тысяч рублей. Опять идем строго по тренду. Видите, ничего не нужно придумывать. Стандартная модель. Идет нисходящий тренд. Торгуем по тренду. Вот и все. Что еще? Вступайте в нашу бесплатную группу по заработку. Где я вместе с вами торгую каждый день. С 5 до 9 вечера по Москве. Мы торгуем в закрытой группе. Вход абсолютно бесплатный. Торгуем каждый день. На выходных мы торгуем на биткоине. На лайткоине. На эфире. И кстати, вот криптовалюты даже более предсказуемы, чем обычная валютная пара. Вот видите, минутки здесь как раз достаточно. Видите, потому что я оценил ситуацию, как вел себя график. И заключил на минуту. И здесь у нас все отлично. И вот на этом же моменте я принял решение закончить все-таки торговлю. Так, смотрите, что у нас получилось. Мы заключили раз, два, три, четыре, пять. Пять сделок, да? Или шесть. Пять сделок. Заработали за сколько? За шесть-семь минут. Пятьдесят одну тысячу. Пятьдесят одну тысячу шестьсот. Заработали буквально за семь минут. Вот такие вот результаты. Строго по тренду. Так, что я вам хочу сказать. На этом буду с вами прощаться. Итак, давайте поговорим немного. Хотел затронуть тему Индии, да? Вот видел, вы писали комментарии, там миллионер торгуется. Ну, вот поэтому я миллионер. Потому что умею торговаться. Потому что знаю цену деньгам. Знаете, я знаю, как тяжело мне это все доставалось. Как долго я к этому шел. Поэтому я умею экономить. И не трачу там деньги на бесполезные вещи. Почему именно Индия? Во-первых, потому что мы были на Шри-Ланке. И Шри-Ланка рядом с Индией. И во-вторых, я давно хотел прочувствовать вот эту вот культуру. Много смотрел передач про Индию. И вот мне было интересно, как живут там люди. И вот в Индию нужно ехать за этим. За этими эмоциями, ощущениями. В Дубай нужно ехать за роскошью. А в Индию нужно ехать за вот этой вот дичью. То есть вот так вот. Еще хотел сказать. Не старайтесь быть слишком взрослыми. Вот мои подписчики. Новые, даже старые. Вот они не понимают немного наших шуточек. Вот вы видели последний влог с Индией. У нас там такой специфический юмор. Вот такой вот сарказм. И не все его понимают. Особенно вот школьники. Они вообще думают, что это все серьезно у нас. И вот не понимают нашего юмора. Вот так вот мы народ шутим. Можно сказать. Вот так вот мы развлекаемся. Вот эти вот все фразочки у нас. Хочу сказать, что не стремитесь быть слишком взрослыми. Идите по жизни с юмором, с улыбкой. Так жить намного проще. Я прочувствовал это на себе. Так что вам советую тоже так попробовать. Не будьте слишком серьезными. Относитесь к жизни проще. И увидите, что у вас все будет получаться. Спасибо всем за просмотр. Обязательно поставьте лайки этому видео. Подпишитесь на канал. Вот сейчас вот зайдите и подпишитесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем спасибо за поддержку. Спасибо за просмотр. Всем пока. Так, сейчас я вам покажу, какие здесь деньги. Вот это вот рупии со Шри-Ланки. В этой купюре. Здесь, видите, у них животные. Здесь сала. Что это за птица? С курец. Бабочки. Ну, вот так вот у них. Какие-то тут дамбы. Здесь какие-то боги. Вот здесь в этой купюре 40 долларов. А вот это индийские. У Индии везде Ганди. Так как в Китае Мао Цзэдун, здесь везде Ганди. Ну, и здесь какие-то горы, пальмы. В этой купюре 2 доллара. Сотка 2 доллара. Четыре, да? Или два? Два. Два. Да, сотка 2 доллара. Испאלка. Сотка 2-х. Смеш уже 예쁜 7. Яcilка. 5 доллара euros. Испably. Китая. Все с ..